итак всем привет наше путешествие началось и мы вдруг попали в нью-йорке в незапланированный чайна-таун или какой-то азиатский район по всей видимости потому что видите все кстати движение здесь достаточно хаотичная мы где-то здесь в отеле будем оставлять машину посреди дороги стоять машина вот и отсюда нас должны шаттл должен вести в аэропорт надеюсь что реально вот он так интересно что тут все чайна-таун и добычу не тот чайна-таун который не тот чайна-таун который в манхэттене находится какой-то в бронхсе смотрите тут в лобби какой стоит лошадь телега интересная не препарта что где 3.30 это оставайтесь тут ожидайте вы его увидите мы уже ушел вы как же уехал вот блин би туалеты пожалуйста она идите ресторан туда вот туда короче мы при при прибыли в гостиницу сейчас шаттл будет через полчаса почти и отвезет нас в аэропорт ну что он уже в майами идем за чемоданом в общем полет оказался неожиданно хорошим потому что вы будете плохим я расскажу почему в общем мы сейчас майами задержался на полчаса самолет и нам еще нужно шаттл найти наши гостиницы в общем гроза вот эти торнадо которые сейчас идут по всей америке мы уже залезли в самолет как говорится ничего не предвещало было солнечно и тут уже стоим в очереди на взлетную полосу пилот объявляет что вот сейчас вся эта грозовая туча идет прямо на этот аэропорт поэтому если нам разрешат взлететь над водой поменять маршрут облететь типа тогда взлетим а нет будем ждать следующих указаний сидим в этом самолете небо черное надвигается эта туча вот и посмотрели на радар что ждать еще если нам действительно уже найдет часов шесть короче говоря просидели 15-20 он говорит дали разрешение на полет и вот это же столько не пока взлетели летим наверное над водой камеру на надрезу она на любит это бурлящая чёрная туча прям как вот это вот она ходит двигается черная и мы на дне летели порядочно около часа вот потом нормально отличная посадка и все получилось неожиданно хорошо ну что чемодан мы получили очень быстро здесь жарко душно влажный воздух тяжелый вот ждем нашего шаттла в гостиницу прямо нас привезет вот вышли из аэропорта быстро быстро вот те кто в куртках те приехали только что из нью-йорка такие как мы все молодые здесь есть ресторан и мы наверное воспользуемся потому что если успеем потому что мы не ели ничего с 9 утра а а сейчас 10 вечера она так ну что нашла господи так дети остались наш мод это платная все наверно я не знаю вам лучше знать вы в отеле отдыхаете я в таких отелях не отдыхал по работе это широко у нас тут есть хоть вид нет у нас вид на аэропорт на парковку на парковочку на ладненько побежали 10 20 мы позавтракали и все даже воды не глотка не было потому что мы не любим в этих самолетах и все так идем до судил на отдыхе ну что наш отпуск начался гулять так гулять сразу по коктейльчику что-нибудь на ужин кальмары щит закажем мы все закажем белки день а какой-то бургер хочет сэндвич так что начинается наш отдых отпуск гуляем отрываемся делаем что хотим на еду все набросились быстро это белки сэндвич у денег какой-то кубанский сэндвич кубанский кубинский сэндвич у нас у всех одинаковая мы вернулись в номер пока мы сидели за столом к нам подошел какой-то мужчина такого немножко потрепанного вида и дал нам три каких-то бумажки похожие на билеты на самолет и такой-то вам это вам это вам на как он сказал на еду или как он сказал на еду мы такие спасибо ну лиза такая спасибо спасибо я говорю может он к нам прицепился какие-то билеты на самолет дает горит на еду и они у нас лежали на столе официантом говорит вот вам счет типа ваш можете использовать можете использовать и ваучеры на еду вот такие что за ваучеры смотрим вот эти вот билеты написано ваучер фумил типа на еду и каждые 12 долларов в итоге их было три в итоге на мужик это просто дал три ваучера общей общей суммы 36 долларов итоге у нас нормально так подешевле был обед сегодня ужин вот а мы вот даже достаточно не не по не поблагодарили потому что вообще не поняли что нам дает какой-то он такой немножко вид у него такой был немножко как мимо проходил какой-то бомжеватый мужчина такое странно но в общем вот так у нас уже соотпуск хорошо торнадо избежали сегодня облетели мужчина нам вот дал на еду ваучеры хотя бы вроде не нуждаемся но тут что-то он нас выбрал и все ложимся спать завтра встаем едем в порт доброе утро из маями то нас гостиница выходит но наша страна выходила на аэропорт здесь красиво едем в порт сейчас будем такси брать да да это карнавал серый какой-то такой год да красавица такой маленький наверное да да так большие корабли стоят это карнавал мы уже в порту чемодан сдали поднимаемся на регистрацию пока все идет хорошо гладенько так мы уже близко-близко к кораблю вон он стоит наш лайнер круизный за окном слушайте так быстро все прошло в прошлый раз на каких-то очередях сидели да вот наш красавчик у нас небольшой корабль и не молодой он один из самых старых кораблей круизных в этой компании она что не ударится аборт защитный а большие тебя конечно но да ой на корабле выдают эти карточки кажется все мы заходим близко мы заходим и корабль груз начинается смотрите вот это вот самая главная часть центральная здесь будет проходить всякий вот рояль белый стоит конкурсы вот лифт здесь большой это я видела видео уже заранее вот люди уже с коктейлями сидят короче надо начинать просто в мере и я на 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 мы сразу идем завтракать через пол ну ой тут душненько жарко значит здесь бассейн люди уже сидят даже сука не сюда зашли а может из прошлого круиза сидят просто можно такое быть они могут с прошлого круиза здесь оставаться в пять часов он только отплывает а мы уже здесь мы уже можем расслабляться смотрите как мы обедаем с видом на майами очень красиво у окна столик показался удачно красиво солнечную смотрите как мы чудеса на вероятность карета карнивал никто крылья дельфине или да там аттракционы целый у нас очень очень скромненький у нас самый маленький который в этой компании находится и и боже начали кричать и самый старый он уже было реновейтед как бы обновлен все это version какой-то уже огромный до корабль у нас маленький у нас всего 11 этажей смотрите вид на город с другой стороны сейчас не уронить бы телефон вот вода вода яркая красивая но грязная не ну цвет-то красивый но тина какая-то лодки мотоцикл да классная жизнь я люди что живут а вы не хотите сюда а вы сюда не хотите вот там вот мы ехали когда ехали вот поэтому когда мы моими бич ездили ехали потому что смотрите перед нами и карнивал силы брейшен вешеных несколько бассейнов здесь какой-то свой бассейн видно отдельные до сбоку бассейн там 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 наверное что есть основного явного там сверху тоже бассейн несколько штук ну правильно чтобы сосредоточить народ все эти компании то они прописаны на сау да и главное эти номера смелики и балконы у них классные да может еще раз нам на карнавале попробовать да супер ну что наш маленький номер сейчас вот эти вот кровати это две кровати с этой стороны стоят нужно спустить для лизы и жорика вот маленький маленькая каюточка где я говорит туалет как в этом нормальный душ нормальный слушай а шампуня нет есть только hand wash body wash у нас нет шампуня люди ну значит найдем и купим придется покупать у меня тут лед но он какой-то не холодный так я взяла блуховая коктейль день я взял пиво маленькую баночку вот это вот на двоих вышло 20 долларов 12 коктейль и 8 пиво а уже стекс а можно заказать пакет алкогольный на день он будет стоить у час они предлагали 135 то есть туда войдет а нет на двоих 90 и 40 и в пол цены 45 135 ну из дома можно было купить дешевле но там по моему 60 и 60 или 70 и 70 то же самое в итоге выходило бы короче говоря можно вот так вот шесть раз сделать или семь даже 7 раз вот постолька это каждый день нужно вот семь раз выпивать хотя бы по коктейль семь раз коктейль пить или семь пива пить в день чтобы купить с утра до вечера но мне например не нужно я вот один два коктейля максимум и нормально поэтому поэтому не оправдывает это не оправдывает коктейльчик красивенький мы сидим во взрослой секции соляриуме здесь вода кстати в бассейне соленая ализа журиком в обычном бассейне смотрите какие дома на той стороне через пролив красота красота вот в Майами наше путешествие коротенькое наверное это они и есть вот эти дома где живут смотри богатые вот эти там локусы и актур и все все на свете не знаешь что есть какая-то экскурсия на яхте на этих домов на ней есть вот 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 и вот много напротив да в да то и и Смотрите, как нам в этот раз повезло, мы попали, столик нам выдали возле Акана, и мы сейчас отплываем и будем в Майами до сих пор. У нас время ужина уже 5.30. Так, где-нибудь какие-то улитки, да, улитки? Улитка, да. Салат Сезер, Жорико, Шримпы, Креветкин. Это очень вкусно, потому что улитковый соус. Это у нас на питайзе, ну что, вкусно? Улитка. Это не готово. Сейчас будет капать лис. Оп, давай пробуем. И запробовать улитку. Ты прям целую не откусывала отдельно. Вкусно? Соус, наверное, вкусный, чесночный, да? Угу. 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 Жора, тоже будешь пробовать? Угу. Попыть что не останется? Угу. Угу. Не ковыряй, сразу ешь. Угу. 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 Да, даже вкусно. Я не буду пробовать. Пусть тебе две останется. Так, смотрите, нам принесли основное блюдо. Стейки. Лиза какое-то мясо заказала. Угу. 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 А, это как в картошку масло класть. Это не масло, это сметана. Это сметана. Да, это сметана. И у меня рыба. С какими-то овощами. Это с собой носить. Так, смотрите, у меня шоколадный кастард. У Дени чизкинг. У Лизы Boston cream pie. Он обычно жидкий такой, да, в магазинах продается? А у Джончика ice cream. Вкусный. 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 Угу. 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 Примаophyка. Угу. Ага.